Сегодня мы приглашаем вас в Национальный театр Карелии, которому, кстати, в этом году юбилей 90-е лет. Чем живет юбиляр сегодня? Узнаем! Национальному театру Карелии 90, а он как будто совершенно не хочет принимать во внимание свои почтенные года. Спектакли ставят, стремительно набирающие опыт и популярность, молодые российские режиссеры. Постановки яркие, смелые, порой рискованные, поэтому и в зрительном зале обычно молодежь. Ну, несмотря на то, что по возрасту это старейший театр на сегодняшний день в республике, труппа у нас молодежная, и, соответственно, и настрой, и задор, это определяет, в общем-то, для всего коллектива. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, здесь своя семья, свой коллектив, свои какие-то внутренние традиции, ну, как и в любом другом театре. И это, на самом деле, дорогого стоит, когда есть команда, когда ты вот чувствуешь, ну, грубо говоря, плечо рядом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Название «Национальное» наиболее полно отражает статус театра, поскольку мы играем не только на финском, а на четырех языках. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы здесь работать, нужно очень сильно любить свои корни, национальную культуру той республики, в которой ты работаешь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Средний возраст артистов сегодня – 30 лет. Они – ровесники участников той первой труппы, которая вышла на сцену в 1932-м. Как ни странно, документов о создании национального театра не сохранилось. Есть только архивная справка о том, что в 1929 году на Всекорельском съезде депутатов было принято решение о создании профессиональной театральной труппы. Но для того, чтобы театр действительно родился, понадобилось еще несколько лет. Мы приняли это за дату основания театра, день рождения театра, 15 октября 1932 года, когда состоялась премьера спектакля «Разлом» по пьесе Бориса Равренева. В первой национальной театральной труппе было 32 человека. Профессиональный коллектив объединил красных финнов-иммигрантов из Северной Америки и талантливую карельскую молодежь – выпускников Ленинградского драматического техникума. Художественным руководителем коллектива стал Рагнер Нюстрюм, директором Кунаси Вандер. Так родился карело-финский, а позднее просто финский драматический театр. Почему финский язык? Потому что во главе, на руководящих постах были финны, финский язык был близок, и, собственно, единого литературного карельского языка в то время не было. Ведь это простая сельская молодежь. Я вот так представлю. Ведь это ребята где-то примерно от 16 и до 26 лет, которые прошли опыт сельского театра. Это клубы, это всевозможные сценические постановки у себя в деревне, на селе, это игра на балалайке, на домбре, а другое дело, представьте, подготовка к профессиональной сцене. Было принято решение о том, что он будет музыкально-драматическим. То есть в его составе уже был хор, танцевальная группа и даже музыканты. Новое советское искусство должно было показывать преимущества нового строя и новой жизни, в том числе через театральные постановки. Национальный театр с самого момента своего рождения был особым национальным лицом республики. Но этому лицу часто доставались удары судьбы и пощечины власти, от которых сложно было оправиться. В 1937 году была арестована почти вся мужская часть театра. Во главе с художественным руководителем Рагдаром Нюстримом. История национального театра – история нескольких поколений, нескольких студийных выпусков. Долгое время о студии, набранной в 1938-м, для того, чтобы пополнить порезевшую от репрессий труппу, было мало что известно. Историк Ирина Ружинская, внучка одного из студийцев этого набора, приложила немало усилий. По крупицам собирала документы и на собственные средства издала книгу «Актерская мастерская». Это типичная судьба практически всех тех ребят, которые учились в этой мастерской. Среди них были участники Советско-финляндской войны. Некоторые из них погибли, остались на этой войне. Среди них были участники Великой Отечественной войны. Некоторые из них закончили свои дни в блокаде, а некоторые на фронте. И к 1943 году, когда институт был эвакуирован, в Томске смогли закончить институт только семь девушек. Отправной точкой для Ирины Ружинской стала общая фотография актерского курса 1938-1943 годов. На ней 35 парней и девушек – Олонецких и Тверских Карел, их педагоги. Ирина провела целое расследование, проследила судьбу каждого. Исследовательская работа историка превратилась в увлекательный рассказ о судьбах молодых людей. Несколько человек, среди них дед Ирины Тимофей Окунев, вернулись с фронта и также продолжили обучение. Из этой могучей кучки артистами в дальнейшем остались немногие. Пека Никитин стал театроведом, Сергей Звездин – директором нового «Муздрамтеатра». Наверное, судьба ни одного театра настолько не зависела от внешней и внутренней политики нашей страны. Две войны совершенно расстроили отношения Советского Союза и Финляндии. Со сцены исчезли финский язык и финская классика, да и судьба самого театра висела на волоске. Но с Хрущевской утепелью начался не только новый подъем, но и настоящий расцвет Национального театра Карелии. Вот наш курс, вот он. Вот он, окончательный курс. Вот он, вот этот снимок. После Великой Отечественной Национальному театру вновь понадобились свежие молодые силы. Спустя несколько лет имена Тойва Хайми, Пауле Ринны, Вилема Халла, Эрны Берг, Виолой Синеньки Мальми, Пекки Микшева и других артистов станут известны не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. Это и спектакль «На палубе». Вот я очень любила эту роль, вот эту девушка с узелком. Из знаменитого студийного выпуска 50-х остались единицы. Глим Халла и Эрна Берг живут в Финляндии. Елена Корнилова сейчас единственная в Карелии. Говорит, артисткой быть совсем не хотела. 16 лет пошла на прослушивание, чтобы подружку поддержать. Но приемной комиссии понравилась ее детская непосредственность и хорошее знание карельского языка. Отправили письмо родителям, чтобы отпустили учиться в Ленинград. Свою театральную судьбу Елена Павловна считает необыкновенно счастливой. Нас стали сразу занимать в репертуаре, сразу. Причем на главных ролях. На нас ставили репертуар. Начиная с 60-х годов, это был самый рассвет театра. Когда вот это все слилось, режиссура, актеры, молодежь, старшие поколения, все вместе, понимаете, образовывалось такое чудо просто. В марте 1979 года Штогольм принимал посланцев дружбы, артистов Государственного финского драматического театра. В 60-х наступило потепление международных отношений. Финский театр впервые выехал на зарубежные гастроли. Артистам из Петрозаводска аплодировала пораженная публика Финляндии и Швеции. А внутри труппы образовался еще один коллектив. Мужской вокальный ансамбль «Манок», который мог конкурировать по популярности с самим театром. Национальный театр и Калевала как близнецы-братья. Эпос Карелов и финнов ставили неоднократно с 30-х годов. Я думаю, что этим сапогам уже около 100 лет, потому что они в 30-х годах были привезены из Петрозаводска, а сколько им до этого было, к сожалению, мы не знаем. Финские кожаные мужские сапоги попали в театр с одним из американских финнов-переселенцев. Видно, что этим бьексом не раз меняли подошву и латали дыры. Но до сих пор их иногда бывают исполнители роли мудреца Вейнемюнина. Костюмы к легендарной Калевали с 1974 года в постановке режиссера из Финляндии Курта Ноутио, сшиты по эскизам Лео Ланкинина. В этой рубахе Пауля Ринна исполняла роль кузнеца Илмарнина. Все костюмы поддерживают в хорошем состоянии. Есть в театре и швейная машинка, на которой сшили эту красоту. До сих пор работает. Что обычно изнашивается? Изнашиваются брюки, рубашки. Рвутся, знаете, от старости уже, отделка вся стареет. Видите, она вся уже приходится менять. А сейчас эти костюмы используются еще в спектаклях? Пока нет. Это уже у нас как история. Сейчас на сцене рождается новый спектакль по колевальской истории о пастухе Кулерва. Подадим друг другу руки. Репко сцепим наши пальцы. Песни лучше исполним. Знаменили сказания. Йо Казайня. Йо Мэймен. Айно. Леменкейн. Упо. Текст Леонрата в переводе Мишина и Киуру на подмостках 21 века получит новые смыслы и новое звучание. Это не постановочный спектакль, поэтому здесь много будет фантазий, много будет придумок неожиданных. Понятно, что адрес – это молодежь в первую очередь. Здание театра заслуживает особого рассказа. Оно расположено в центре Петрозаводска более ста лет, но за это время не раз меняло свой облик и предназначение. Я слышала такую легенду, что здание театра – это бывшее здание кинотеатра «Триумф». Но его перестраивали много раз, а вот что-то от тех самых старых стен осталось здесь? Существует такая легенда, что вот эта арка, которая на центральной сцене, на большой сцене у нас, да, она осталась вот от того самого первого здания. И она за столько лет уже напитана вот этой энергией, энергетикой многих актёров, которые выходили в разное время на сцену. Одна из традиций – перед спектаклем актёры проникают к старой каменной стене, как к родной земле. Что вам даёт эта стена? Энергию, удачу на грядущем спектакле. Вы верите в это? Да, конечно, конечно верю. Есть и другие традиции. Если ты на сцене репетируешь и случайно нашёл шуруп или гвоздь, говорят, что это к новой роли. И мы копим и откладываем. А если вы окажетесь рядом со знаменитым рельефом гусеница Илмарина, не забудьте потереть его молот и загадать желание. Оно обязательно сбудется. Думаю, несложно догадаться, какое желание я сейчас загадала. Мы ещё не всё рассказали вам о Национальном театре Карелии. Так что продолжение следует. Увидимся на территории культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова